Всем привет! Это видео в формате SpeedPaint. Сегодня я порисую с вами одного из своих осенних персонажей. Если вам интересно потренироваться и вам понравился мой персонаж, то вы можете повторить его в своей стилистике. А я посмотрю на то, что у вас получилось в Инстаграме. Для этого поставьте тег и отметьте меня, чтобы я ничего не пропустила. Я сделала карандашный набросок, который сейчас буду дорабатывать. Для контуры я использую простые гелевые ручки. Мне нравятся линии, которые от них получаются, их толщина и плотность цвета. Еще они не растекаются и не делают никаких пятен, когда я начинаю рисовать маркерами. Моя девочка вписана в круг. У нее забавный рюкзачок с двумя кармашками, на котором сидит милый грибочек. Я очень люблю плавные, продуманные и красивые линии. Поэтому, пока моя линия не будет идеальной в карандаше, я не приступаю к ее обводке. Я люблю всевозможные детали и уделяю им большое внимание. Мне нравится их расставлять, компоновать и придумывать. Скетчи я рисую обычно достаточно легко и быстро. Все правки делаются по ходу. Например, если мне не нравится какая-то линия, я просто ее стираю, перерисовываю и только после этого делаю уже контурную обводку ручкой. В рисунке я считаю очень важным такой принцип, как от общего к частному. То есть сначала вы начинаете с размещения вашего объекта на листе, ищите какое-то пятно, удачное расположение, композицию. Потом более прорисовываете силуэт, добавляете детали. Получается, что на каждом этапе все элементы рисунка находятся на одной стадии проработки. То есть я не нарисую полностью голову, а потом все остальное. Я в одинаковой степени продумываю и прорисовываю каждый элемент. В этой иллюстрации я вписала девочку в круг. При этом одна ее нога выходит за рамки этого круга, а другая, наоборот, прерывается внутри круга. У нее достаточно расслабленная поза, широкий свитер с длинными рукавами. Обычно, когда я рисую, я не придумываю полностью идею в голове. Я занимаюсь поиском этой самой идеи и разработкой всех деталей именно на бумаге. Поэтому я всегда или почти всегда довольна результатом. У меня нет готовой идеальной картинки в голове, поэтому мне не в чем разочаровываться. А если мне что-то не нравится или что-то не получается, я просто перерисовываю это столько раз, сколько нужно, чтобы я полностью была довольна результатом. Либо это хотя бы как-то было похоже на то, что я хочу получить. Для построения набросков я выбираю очень мягкую резинку и очень мягкий карандаш. По дизайну и качеству мне больше всего нравится фирма Faber-Castell, поэтому все простые карандаши и резинки, а также точилки у меня именно этой фирмы. Если вы хотите рисовать лучше, то я могу вам дать только один совет. Рисуйте как можно чаще. Попробуйте рисовать каждый день. Хотя бы в течение недели или месяца. Вы сразу заметите, что вы начинаете иначе думать. Вы начинаете искать ошибки. Вам хочется что-то исправить, что-то улучшить, попробовать новые материалы, попробовать новые техники. Возможно, нарисовать более сложные позы или чему-то научиться новому. Поверьте, это работает именно так. Только нарисовав множество набросков, разобравшись в своих ошибках, перерисовав какие-то старые работы или попробовав новые, более сложные позы, вы станете лучше. Вы станете быстрее придумывать, вы станете быстрее рисовать наброски. Вы станете более точно попадать в пропорции. Чем больше ты рисуешь, тем больше у тебя появляется идей. Чем чаще ты рисуешь, тем ты делаешь это лучше. Мне кажется, еще очень важно правильно распределять свое время и чувствовать, какой именно работой ты хочешь заняться в тот или иной день. Например, у меня бывают дни, когда ну никак я не могу ничего придумать. У меня совершенно не идут идеи. Либо они недостаточно интересные. Но в этот день, например, мне очень хочется порисовать наброски. И я могу это делать очень быстро. Или наоборот, я могу что-то достаточно быстро дорисовать из того, что уже готово. И порисовав эти наброски, я немного отвлекаюсь, и ко мне приходят те самые нужные идеи, которые я не могла придумать несколько недель, например. Вы должны понимать, что какую-то крутую идею невозможно просто сесть и придумать. Это должно быть внутри вас. Это как вспышка или какая-то магическая цепочка каких-то событий или каких-то визуальных составляющих. Вы увидели то, то и то, и вот у вас все сложилось и появилась какая-то идея. Поэтому я бы посоветовала быть всегда в расслабленном состоянии, но при этом внимательным и сосредоточенным. Не нужно ругать себя за то, что не получается что-то именно сейчас. Это обязательно получится позже. Нужно работать над ошибками. Нужно делать то, что вам нравится именно в этот момент. Не нужно ругать себя и думать, почему же у меня не получается все так, как я хочу. Не нужно загадывать и задумывать что-то нереальное. Не нужно представлять что-то заранее. Лучше думать на бумаге или думать в процессе работы. Тогда результат будет более продуктивным, и его можно будет исправить в процессе работы. Меня, например, безумно вдохновляет совместное рисование в приятной компании. И совсем недавно я нашла себе отличную приятную компанию в лице света Daydreamer, и надеюсь, что мы еще не раз встретимся и порисуем вместе. Когда цвет маркера достаточно темный или серый, я даже не стираю резинку. Карандаш после того, как наносится цвет, перестает быть виден. Оранжевый маркер, которым я рисую, это Style File. Я делала обзор на эти маркеры. Они очень долговечные и дают плотный ровный цвет. Единственное, что этот мой маркер уже почти заканчивается, поэтому приходится немножко подольше разрисовываться. Думаю, что это последняя иллюстрация для этого маркера, и после нее он меня покинет. Но он мне достаточно долго прослужил. Я нарисовала с ним, наверное, иллюстрации 40. Так что я даже рада в какой-то степени, что он уже заканчивается, потому что уж очень долго он давал хороший цвет, и не было никакого намека на то, что он заканчивается. Он реально у меня уже полгода. Остальные маркеры, которые я буду использовать в этой иллюстрации, это Sketch Marker и Pro Marker. На один из наборов Sketch Marker я недавно делала обзор. Его можно найти на канале. Мне сейчас очень нравится рисовать маркерами. После я обычно сканирую эти картинки, дорисовываю какие-то элементы, что-то исправляю, а после печатаю. Мне кажется, еще очень важен сам процесс работы. Я говорю не столько о процессе рисования, а сколько о какой-то атмосфере, которая вокруг вас, или освещении, или в вашем рабочем месте. Я думаю, что все это очень влияет на работоспособность и результат работы. Мне нравится пробовать и искать новые цветовые сочетания. Я редко использую одну и ту же гамму или палитру долгое время. Даже если это какие-то удачные цветовые сочетания, наступает тот момент, когда они мне просто надоедают и перестают быть такими привлекательными, и хочется попробовать что-то новое. Поэтому, мне кажется, нужно быть в этом смелым, и если вам что-то хочется сделать иначе, чем вы привыкли, даже если вы не уверены в том, что это хорошая идея, или получится точно отличный результат, нужно попробовать. Возможно, вы попробуете что-то поменять в рисунке или цвете, и вам понравится, как это выглядит, и вы какое-то время на этом остановитесь, потому что для вас это будет интересно и ново. Думаю, что мои работы достаточно декоративные, потому что я использую большое количество разных узоров и очень дроблю элементы. Мне нравится добавлять разные детали и узоры как с контуром, так и без контура. В этой иллюстрации я решила, что не буду делать контур для фона, чтобы не перебивать персонажа. Когда я только начала заниматься иллюстрацией, мне было очень тяжело придумывать разные идеи. Мне казалось, что нужно быть очень сдержанным в этом. И если я буду распыляться, много рисовать, я очень боялась, что мои идеи закончатся. Мне было крайне сложно их придумывать. Я тратила на это очень много времени. Я устраивала выставки только раз в полгода или раз в год, потому что мне было очень сложно нарисовать какое-то количество работ, создать какую-то серию из этих работ. Именно потому что мне было очень сложно расстаться с идеями. Но через какое-то время я поняла, что это работает совсем другим образом. Не нужно бояться расставаться со своими идеями. Не нужно бояться много работать, много рисовать, много пробовать и много перерисовывать. Наоборот, чем больше вы рисуете, тем легче вам придумывать что-то новое. Ваше воображение перестраивается, ваш ход мыслей перестраивается. Даже ваше отношение к каким-то вещам перестраивается. Вы начинаете все по-другому воспринимать. Вы начинаете больше замечать. И вам не нужно искать вдохновение. Это вдохновение уже находится внутри вас. Грибочку я нарисовала красные пятнышки и красные щечки. Очки я тоже сделала красным. Я решила нарисовать листья, которые украшают фон, похожими на дубовые листочки. А расстояние между ними не заливаю просто зеленым, а добавляю туда белые кружочки. Это еще один из элементов, которые я часто использую в иллюстрации для фона. Носочки у меня будут серого цвета, вернее даже один носочек, потому что второй я скрыла. Я сразу намечаю основные цвета, чтобы понять, все ли гармонично смотрится. Шапочку моей девочки украшает листочек. Он также будет зеленый. В этой серии я рисовала разные шапочки. И мне так это понравилось, что я решила обязательно продолжить рисование разного дизайна шапочек. И сейчас я уже приступила к рисованию ингтопера. И тема с шляпами и разными шапочками настолько меня вдохновила, что я рисую всем своим ведьмочкам и колдунам разные шляпы. Я хочу, чтобы ни у одного персонажа не повторялся образ, и ни у одного из персонажей не повторялась его шляпа. Я очень люблю носить шляпы и другие головные уборы, и даже подумала, что было бы круто найти какой-нибудь клевый колпак, и я бы с удовольствием походила всю осень в таком странном головном уборе, как настоящая ведьмочка. Мне кажется, чем меньше цветов ты используешь в иллюстрации, тем сложнее их распределить. И выбрать, какой именно из элементов красить в какой цвет. Я выбрала для себя какой-то определенный набор элементов, персонажей, сюжетов и идей, которые мне близки. Я не рисую то, что мне неинтересно и не близко. Я могу отказаться от какого-либо проекта, если считаю, что я не смогу передать его за счет своей стилистики, либо он будет менее выигрышно смотреться в моем исполнении. Или я могу отказаться от какого-то проекта, если меня не зацепит идея. Я достаточно избирательна в работе, за которую берусь. Но в основном мне везет на заказчиков, и ко мне обращаются те компании, бренды и студии, которые видят свои продукты только в моем исполнении. Мне кажется, очень важно определиться с тем, что тебе нравится рисовать. И, конечно же, точно знать, за что ты никогда не возьмешься. Свитер я делаю полосатым, чередую коричневые и темно-желтые полоски. Сейчас мне очень нравятся ненасыщенные и нечистые цвета, как горчичный или цвет авокадо, который я как раз использую в этой иллюстрации. Иногда я долго определяюсь с тем, в какой цвет покрасит тот или иной элемент. А иногда это приходит само собой, и вопросов никаких по поводу цвета не возникает. Я точно знаю, что именно этот цвет идет именно этой области, либо этой детали. Когда я выбираю какую-то новую для себя палитру или сочетание цветов, я всегда сомневаюсь. Но только окончательно дорисовав и распределив все цвета, я понимаю, получилось ли сделать что-то интересное и сочетаются ли все цвета между собой или нет. Обычно это происходит, когда я выбираю какие-то очень спорные между собой цвета. Все тени я делаю достаточно грубыми. Они отличаются на несколько тонов от того цвета, которым покрашена основная область объекта. Я не делаю плавных растяжек, поэтому, несмотря на то, что мои работы цветные, они выглядят достаточно графично и декоративно. В свитер я еще больше детализирую, добавляя темно-зеленые полоски. А шерты крашу в синий-серый. Добавляю темно-серые полоски на носочки, чтобы был эффект того, что они не просто гладкие. Мне нравится создавать объемность и тени за счет пятен или точек. Сейчас, сделав пятна на рюкзаке, я думаю о том, что лучше бы я его покрасила в желтый. Мне кажется, смотрелось бы интереснее. Но уже поздно что-либо менять, поэтому доделаю его в таком виде, а потом отсканирую и поменяю цвет на желтый. Мне кажется, что стиль – это очень важно. Очень важно найти себя и понять, что именно вам нравится. Посмотрите на любых людей, которые что-либо создают. На режиссеров, поэтов, музыкантов, людей, которые занимаются оформлением букетов. На любые бренды. Их дизайн и визуальная подача всегда продуманы. Нам нравятся какие-то определенные фильмы или определенные режиссеры, именно потому что нам нравится их стилистика, их манера, их чувство юмора. Художественность кадра. Смысл, который они вкладывают в каждый кадр. У каждого режиссера или музыканта есть какая-то особенность. Какой-то уникальный вокал или текст песен. Определенный свет в кадре. Или определенный набор актеров. Какой-то похожий сюжет или настроение. Если говорить о кино, то мне кажется, мы, ожидая новый фильм любимого режиссера, примерно представляем, что мы получим. И именно поэтому он нам так нравится. Я думаю, что стиль – это набор каких-то элементов, фишек, которые мы выделяем, которые мы способны запомнить и полюбить. Поэтому, когда к вам обращаются за выполнением какого-либо проекта или визуализацией какого-либо образа, вас воспринимают как человека, который точно может воспроизвести какую-то идею, которая есть у заказчика. Те визуальные элементы или ваши персонажи очень близки и нравятся. Поэтому, когда вам доверяют какой-либо проект, вас видят именно того человека, который может его идеально воплотить. Который может привнести что-то свое, что-то уникальное. То есть, все ваши иллюстрации и серии позволяют составить впечатление о том, в какой манере вы работаете и понять, что от вас ждать. История этих пятен, которые теперь уже стали какой-то узнаваемой частью моих иллюстраций, какой-то такой визуальной фишкой, совершенно случайна. Если вы видели другие мои работы, то, думаю, понимаете, о чем я говорю. Я купила несколько маркеров, чтобы попробовать ими рисовать и разобраться в том, понравится ли мне этот материал и почему все настолько в восторге от маркеров. Мне очень понравилось работать маркерами, но я не успевала закрашивать всю область сразу. И получилось, что остаются какие-то следы, либо некоторые области выглядят более светлыми. И я решила, что буду проходить второй раз. Но так как я только начинала ими работать, у меня не совсем это хорошо получалось. И действительно, вместо ровной заливки получались какие-то странные пятна. Но я подумала, что это достаточно красивая ошибка, и я ее, пожалуй, оставлю и не буду убирать. Вот такая история по поводу того, почему заливка в моих работах выглядит именно таким образом. Иногда я делаю их специально, иногда они получаются случайно в том или ином месте. До этого я выложила видео про Инктобер, и, конечно же, я полностью поглощена этим челленджем. Я написала свой список персонажей, которых мне интересно было бы изобразить. Выбрала комфортные для себя материалы, освободила чуть больше времени, отказалась от срочных проектов на это время, и позволяю себе наслаждаться рисованием, октябрем и ведьмичками. Я хочу попробовать снять три разных видео и показать вам свои работы за первую неделю, вторую и третью. Надеюсь, у меня все получится, и мне хватит времени на это. Я думаю, что еще очень важно найти какое-то вдохновение в окружении и людях. Мне безумно нравится рисовать в компании других иллюстраторов и художников, поэтому я безумно люблю чаты «Рисую и не сплю», потому что там можно общаться, смотреть другие работы, давать советы, получать советы. Это всегда очень вдохновляет и неимоверно мотивирует. Ты хочешь делать еще больше, еще лучше, ты хочешь очень много успеть, у тебя множество идей, потому что люди вокруг тебя, они наполняют тебя этими идеями, они вдохновляют тебя, они поддерживают. Поэтому хочу выразить огромную благодарность и миллион спасибо, Ник, всем, кто рисует со мной в «Рисую и не сплю». Вы меня безумно вдохновляете и мотивируете. Мне очень комфортно и интересно с вами общаться, узнавать что-то новое и интересное. Я даже думаю о том, что пора выносить «Рисую и не сплю» в формат рисования в барчиках или кафе. Что вы на это скажете? Приятная компания, которая готова тебя слушать и помогать, это всегда очень важно. Пока я делилась с вами своими мыслями и впечатлениями, я дорисовала эту иллюстрацию. Спасибо огромное за компанию. Я думаю, что буду совмещать следующие спидпейнты с ответами на вопросы, поэтому смело пишите ваши вопросы в комментариях, а я выберу самые интересные и отвечу на них в следующих видео. Всем приятного инктября, волшебной туши, пока-пока!